Ветерана Великой Отечественной войны Хамита Канаматова трогательно поздравили с Днём Победы. Возле его дома состоялся праздничный мини-концерт. Как это было, расскажет Дарья Тандит. Парад у Дома ветеранов – всероссийская патриотическая акция, которая проводится для каждого ветерана войны. Учащийся Центр образования номер 11 «Черкеска» торжественно поздравили Хамита Канаматова с Днём Победы. Они подготовили трогательные выступления. Ребята торжественно прошлись маршем к Дому ветерана, исполнили военные песни, прочитали стихотворения и вручили памятные солдатские письма-треугольники, сделанные своими руками. Юные друзья, как я раз видеть вас в таком прекрасном форме, в таком отличном настроении. Для фронтовика 9 мая – день особенный. Хамита Булович отлично помнит Победный май 45-го. Он прошел большой жизненный путь, был не просто свидетелем, но и участником многих исторических событий. За долгие годы войны Хамит Канаматов прошел множество фронтовых дорог – Калинин, Великие Луки, Смоленск, Белоруссия, Латвия. Победу встретил в Кёнинсбере. За службу он получил ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, два ордена Красной звезды, медали за боевые заслуги. Я бы с удовольствием был среди гуще молодежи. Все-таки я за свои столетия много видел, пережил и хорошего, и самого гадкого. Сегодня Хамит Канаматов в 101 год ведет активную жизнь. Встречается со школьниками, читает новые материалы о битвах и даже хочет написать книгу. Такое поздравление станет еще одним приятным воспоминанием для ветерана. Хочется вам пожелать сил и здоровья. Вот уже вы столетия пережили, еще вам сто лет такой же бодрости и силы. Мы вас очень любим, ценим, дай Бог вам здоровья. Мира на всей планете Земля. За это мы боремся и будем бороться до конца. Спасибо деду за победу! Героизм, мужество и отвага – это ориентир для патриотического воспитания молодежи. Завершилась акция вручением цветов, подаркой совместным фото на память. Дарья Тендит, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия.